Инструментальное сопровождение концерта обеспечивали музыканты Академического симфонического оркестра Крымской филармонии под руководством художественного руководителя и главного дирижера Национального симфонического оркестра Грузии Николоза Рачвели. Я сегодня очень волнуюсь, так же как и мой маэстро, все наши друзья, потому что мы взвалили на себя миссию напомнить вам о нашей любимой маленькой Грузии. Мы привезли маленькую частицу нашего народа и нашей страны для того, чтобы поделиться с вами той любовью и той музыкой, с которой мы живем, и она для нас самая-самая любимая. Субтитры подогнал «Симон» До недавнего времени певица была известна лишь у себя на родине. Она представительница царской династии Багратиони. Времена самодержавия прошли, но у них остался титул одной из самых музыкальных семей Грузии. Прабабушка Лизы была первой певицей, голос которой записали в Грузии в начале 20 века. Так или иначе связаны с музыкой почти все родные Лизы. Знаменитый киноактер и певец Вахтан Кикабидзе, ее родной дядя. Я сегодня безумно счастлива, похожусь на этой сцене с великолепным оркестром, со своим любимым маэстро, друзьями. Есть человек, без которого жить очень сложно. Я несколько месяцев назад потеряла папу. Вот эту песню я хочу посвятить ему и всем тем людям, без которых жить вам очень сложно. Несколько песен Лиза Багратиони исполнила дуэтом со своей близкой подругой, грузинской певицей Натоми Танидзе. В программе были представлены несколько популярных музыкальных композиций из советских кинофильмов, хорошо знакомых слушателю. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Знакомство с музыкой Лиза начинала с обучения игре на пианино. Именно это она считает одним из главных факторов становления профессионального исполнителя. Субтитры создавал DimaTorzok После концерта длительные овации, выход на бис, цветы от поклонников и короткая автограф-сессия. Песни, спетые с любовью, пришлись по нраву севастопольским зрителям. В крымском туре Лизы Багратиони всего три города. На днях исполнительница выступит в Ялте и Алуште. Антон Пархоменко, Дмитрий Фомин, Анатолий Паньков, Павел Красиков, Александр Листопад, Севинформбюро.